Далеко не всем будет приятно сейчас увидеть на картинке плесень на фруктах. И тем не менее, что если я скажу вам, что эта зеленая пушистая бяка дала нам главное открытие в медицине за всю историю? Это антибиотики. И вы, кстати, скорее всего, знаете, как называется эта зеленая плесень, растущая на яблоках, апельсинах, помидорах, винограде и так далее. Эту плесень также добавляют в камамбер и ракфор. И у нас, что логично, получаются сыры с плесенью. Так вот, называется этот род грибов пенициллы, из которых в какой-то момент создали пенициллин. Вообще, имеется множество свидетельств того, как в древности люди обрабатывали раны плесенью. В Древнем Египте, Индии или Китае врачи могли прикладывать условный заплесневелый хлеб к гнойной ране. А в Польше 17 века смешивали тот же хлеб с паутиной, которая часто заражена спорами грибов. И также прикладывали к ранам. Так что практика какая-никакая, но была по сути всегда. Просто никто особо не понимал, что конкретно из этой смеси помогает. Поэтому массово обратили на это внимание и выделили сам пенициллин лишь в 1928. Большинство ученых считают это открытие главным в истории медицины за всю историю. Смотрите сами. Существуют подсчеты, согласно которым, только пенициллин спас порядка 100 миллионов человек, меньше чем за 100 лет. А если брать все антибиотики, то это около 300 миллионов. Цифры примерные, проще показать по странам. Например, в США каждый год антибиотики не дают умереть 200 тысячам человек. Или есть исследования по Италии после ввода пенициллина в 1947. Средняя продолжительность жизни увеличилась почти на 10 лет, просто вот так. А дети стали умирать почти в 3 раза реже. То есть, понимаете, раньше было из серии, дорогая, нам нужно 9 детей, если мы хотим иметь 3. Антибиотики это та вещь, которая больше чем что бы то ни было спасала и спасает человеческие жизни. Но будет ли спасать дальше? Салют земляне, с вами Грег. И сегодня мы поговорим про супербактерии, которые ничего не берет. Узнаем, стоит ли вообще принимать антибиотики. Как их заменят вирусы. И если не получится, то буквально придется есть фекалии. Но об этом в самом конце. Антибиотики – лекарства с действительно доказанной эффективностью. Что делает их надежным союзником в борьбе с болезнями. Уверенность в этом – главное в таких важных вещах, как жизнь и здоровье. Впрочем, справедливо для всех сфер. В работе и бизнесе тоже все должно быть максимально надежно. Как Т-Банк Бизнес – современный онлайн-банк, которому можно довериться. Он всегда рядом и всегда на связи. Уже более миллиона трехсот тысяч предпринимателей выбрали Т-Банк Бизнес. Ведь это удобно. Он предоставляет более семидесяти сервисов и решений. А еще Т-Банк – один из тринадцати системно значимых банков страны. Подходите к делу с умом. Выбирайте Т-Банк Бизнес. У него новое имя, но прежняя надежность. Ссылку я оставлю в описании. Так вот, про то, будут ли работать антибиотики дальше. Дело в том, что открыватель пенициллина Александр Флеминг. Он был капитаном в Королевской медицинской академии Великобритании. И во время Первой мировой лечил солдат. Поэтому не понаслышке знал, что такое нагноение раны. И постоянно пытался придумать, как сохранить больше человеческих жизней. Например, он доказал, что не надо обрабатывать рану слишком жесткими антисептиками. Потому что их избыток уничтожает множество лейкоцитов и других иммунных клеток, которые справляются с бактериями куда лучше, чем этот дикий антисептик. Другая история. Как-то раз он заболел гриппом. И после болезни Флеминг капнул на чашку Петри с выращенными заранее бактериями немного слизи из своего носа. Сюрприз-сюрприз! Бактерии под этой каплей погибли. Так открыли белок лизоцин, который растворяет стенки бактерий. Что забавно, его сейчас используют в качестве пищевой добавки Е1105, как консервант. Так что в некоторых продуктах вы вкушаете частичку слюны или носовой слизи, как вам будет приятней. Что-то такое, в общем-то, и нужно было Флемингу. Лекарство от бактерий, которое он искал. Решило судьбу, как всегда, обыкновенная случайность. В чашке Петри с питательной средой ученый выращивал свои бактерии. И как-то раз переставил их в темное место. На его рабочем столе нужно было выложить что-то другое. А в лаборатории было влажно и прохладно. Поэтому, когда Флеминг вернулся, он увидел, что на этой питательной среде разрослись как его бактерии, так и зеленая плесень. Вокруг которой, почему-то, бактерии разрастись не могли. Это вот классическая картинка, показывающая, что пенициллы выделяют что-то, какое-то вещество, которое не дает бактериям размножаться. Однако, буквально тут же, исследуя этот феномен, Флеминг понял, что эффект не вечный. Это хорошо видно вот в каком эксперименте. Берут большую чашу с питательной средой и делят ее на полоски, в которых есть антибиотик. В каждой последующей полоске доза антибиотиков в 10 раз больше. Соответственно, в одну, десять, сто и тысячу раз. Ну и вы сами все видите. Как только еда заканчивается, бактерии тут же адаптируются и лезут дальше. То есть получают защищенность от антибиотика или резистентность. Вот что Флеминг сказал об этом еще в 1945 году. Может наступить время, когда пенициллин будет доступен каждому просто в магазине. Тогда есть опасность, что неосведомленный человек ведет себе недостаточное количество препарата и сделает микробов устойчивым к антибиотику. Гипотетически, у мистера Икс болит горло. Он покупает немного пенициллина и употребляет недостаточно, чтобы убить стриптококки, но достаточно, чтобы научить их сопротивляться пенициллину. Затем он заражает свою жену. У миссис Икс возникает пневмония и ее лечат пенициллином. Поскольку стриптококки теперь устойчивы к пенициллину, лечение не дает результатов. Миссис Икс умирает. Можно ли считать мистера Икс, чье небрежное использование пенициллина изменило природу микроба, ответственным за смерть миссис Икс? Вообще, разные антибиотики работают по-разному. В зависимости от того, какие бактерии мы хотим уничтожить. Ну, например, разрушают клеточную стенку, если она имеет там свои особенности. Некоторые антибиотики блокируют работу ДНК бактерий. Какие-то выключают строительство белков. Ну или буквально душат их, не давая дышать. Ну, короче, подход ко всем найдется. И против всех этих механизмов есть возможность защищаться. Ну, банально. Пенициллин нас убивает? Давайте выработаем фермент, который растворяет пенициллин. Он называется пенициллиназа. Все, бактерии работают по сути на опережение. Уничтожают оружие против них еще на подлете. Однако, резистентность бактерий к антибиотикам люди не спровоцировали. Это было всегда и является нормальной конкуренцией за пищу между теми же бактериями и грибами. Интересный пример. Пенициллин, как я уже сказал, открыли меньше ста лет назад. Но очень быстро в британском музее нашли нетронутые корни кое-каких деревьев аж с 1689 года. Взяли с них высушенную почву, в которой, конечно же, оказались какие-то бациллы. Ну и что вы думаете? У возрожденных почти 300-летних бацилл уже была пенициллиназа, разрушающая антибиотики. Так что эта война была задолго до нас. Вообще, по сути, она была всегда. Миллиарды лет, да. Однако, именно человек возвел ее в абсолют. Потому что стал бесконтрольно пользоваться этой силой. А бактерии стали к этому приспосабливаться. Мы в ответ начали искать другие антибиотики в природе, совершенствовать те, что есть, придумывать новые синтетические. Потому что они справлялись все хуже и хуже с каждым десятилетием. Ну и, конечно же, мы уперлись в тупик. В прошлом веке, начиная с 30-х годов, было открыто аж 12 классов антибиотиков. Каждый из которых включает в себя десятки, если не сотни разных вариаций. Знаете, сколько новых классов было открыто в этом веке за 24 года? Ну, примерно один. То ли в нулевых, то ли в 90-х. Чтоб вы понимали. Кишечная палочка делится примерно раз в 20 минут. Несложно перемножить и получить за 24 года 630 тысяч поколений. 630 тысяч поколений у людей это примерно 15 миллионов лет эволюции. Я уж подзабыл, если честно, когда там хомо сапиенсы появились. Ну вот, выведем на экраны. Не так много лет назад. Думаю, у бактерий было достаточно времени подготовиться. Поэтому современные варианты это уже не просто бактерии. Теперь их называют супер-бактериями. И супер-бактерии с каждым годом губят все больше и больше людей. Вот, например, была новость в 2016 году. Американка поехала в Индию. Сломала там ногу. Вернулась домой. Началась инфекция. Впоследствии заражение крови и смерть. По-хорошему, это не так сложно вылечить вколов антибиотики. Вот только самая банальная бактерия, которая у нее развелась, имела устойчивость ко всем 26 препаратам, которые врачи имели на руках. И самое грустное, что особо о таких историях не пишут. Потому что это в каком-то смысле стало рутиной. Уже в 2014 году в год по миру погибало 700 тысяч человек из-за супер-бактерий. В 2022 почти в два раза больше. К 2050 году такими темпами прогнозируют около 10 миллионов летальных исходов, что превысит смертность от рака, например. Пошел кататься на велосипеде, ободрал ногу. Смерть. Ну, утрируя. Мы могли бы справиться с проблемой того, что бактерии становятся супер-бактериями. Но тут есть гигантские проблемы, которые практически невозможно преодолеть. Во-первых, а что теперь делать? Не лечиться, что ли? Ложиться и помирать? С одной стороны, резонно. С другой стороны, люди ж ни черта не знают об этой проблеме. Вот совсем свеженькое исследование от 2023 года в России, в котором 3 четверти людей принимали антибиотики, когда не нужно было. При гриппе, ОРВИ, диареи после килограмма черешни, я не знаю, при головной боли, ковиде и прочей фигне. Все это вирусные темы, ну и не только, не связанные с бактериями и антибиотиками. Антибиотики ничего не делают вирусом. Поэтому люди делали себе только хуже, подавляя свою естественную биоту в кишечнике, только понижая свой иммунитет. Ну и заодно они делали хуже другим, развивая у бактерий резистентность. Спасибо. К сожалению, люди по старой памяти хотят приобрести антибиотики без рецепта и жутко бесятся, когда им отказывают в этом. Однако, рыночек есть рыночек, и антибиотики все еще много, где продаются без рецепта. Собственно, поэтому 72% опрошенных и смогли принимать антибиотики, когда не нужно было. Однако, неосознанное использование антибиотиков это лишь часть проблемы. Вторая часть это то, что в больницах, как ни крути, но всегда будут появляться супербактерии. Потому что там постоянно лечат антибиотиками. И помимо больниц, есть другое место, где выращиваются супербактерии. Это животноводство. Курицы, коровы, свиньи, овцы, козы и даже рыбы с другими морскими обитателями, так или иначе, например, в корме, всегда получают порцию антибиотиков. Можно подумать, что на всякий случай, чтоб не болели. Но дело даже не в этом. А в том, что еще в 40-х годах, когда пенициллин стал широко распространяться, оказалось, что на нем и на других антибиотиках животные становятся крупнее, сочнее и вообще быстрее растут. Так что рыночек, как всегда, порешал. И десятилетиями животноводство выращивало все, что ели наши бабушки, мамы, папы и мы с вами. С небольшим бустом от антибиотиков. В Европе этим озаботились в 2006, в Америке в 2017, и у нас в России вот только-только по сути. И, конечно же, на самом деле законодательные ограничения нифига не работают. Потому что, опять же, рыночек все порешает. Ну и, камон, 70 лет их кормили, а теперь почему-то нельзя. Так что, несмотря на законы, на Западе препараты все еще используют массово. Говорят, что животные немного болеют, поэтому им надо вот справка. Ну или хозяева меняют антибиотики на те, которые еще не успели запретить. Так что, как итог, если вы боялись антибиотиков в покупном мясе, не бойтесь, их там все равно мало. Да и ваши деды их ели и вам велели. Проблема здесь куда больше именно в появляющихся из-за этого супербактериях. Ага, у нас неосознанное использование с людьми, которых хрен переубедишь, раз. Больницы с животноводством, два. Которые не могут отказаться от антибиотиков. Ну и есть еще третья вещь. Помимо тех, кто использует антибиотики, есть и те, кто их выпускает, производит. Формкомпании регулярно сливают в канализацию какие-то препараты, которые попадают в окружающую среду, и там у нас появляются супербактерии. Такое происходит где угодно. Вот исследования в Нью-Йорке, вот в Индии, вот в целом по всему миру. Причем, естественно, это делают не только формкомпании, но и те же больницы и животноводство, распространяя антибиотики по речкам куда-нибудь там на природу. По-хорошему, у формкомпаний, больницы и животноводства должна быть идеальная система очистки. Но ничего идеального не существует. А то, что и так не идеально, еще и очень дорого, да и любят ломаться периодически. Поэтому в окружающей среде полно антибиотиков. И снова, это еще не вся проблема. Дело в том, что бактерии могут передавать друг другу знания о том, как спастись от антибиотиков. Механизмов аж несколько, но самый классический это плазмида. Это такая дополнительная часть ДНК, отдельная от основной, которой они могут поделиться друг с другом. Она содержит полезные знания, помогающие выживать. Поэтому, когда супербактерия встретит обычную, то постарается ей передать эту плазмиду. Заурядный патоген скопирует знания против антибиотиков и станет тоже супербактерией. Причем им даже не обязательно быть прям одного вида, достаточно быть хотя бы какими-то родственниками. И вот так они могут гулять по всему миру, распространяя свою супербактериальность. Человек заразит песика, песик какую-то птичку и так далее. Цепочка выдуманная, просто дело в том, что я нашел исследование, где изучали бактериальные смывы у собак. Ну и у них, никогда никакими антибиотиками, естественно, не лечившимся, были бактерии, устойчивые к стандартным антибиотикам до 50% случаев. Ну а пока я описал этот сценарий, увидел такую же новость про птиц. Ученые из Оксфорда осмотрели помет 700 птиц и узнали, что у тех, которые живут рядом с городами, генов устойчивости к антибиотикам в три раза больше, чем у тех, кто подальше на природе. Со временем они обязательно друг с другом поделятся. И с этим уже ничего не сделать. На самом деле, этот процесс можно было бы замедлить. Условно говоря, люди посмотрят этот ролик и поймут, почему им антибиотики не продают. Узнают, что не надо их пить ради какой-то профилактики или когда обычная простуда. Правительство придумают работающие законы в животноводстве, которые бы как-то решали проблему кормежкой антибиотиками. А компании поставили бы лучшие фильтры себе в канализации, ну и так далее. Но поскольку все переплетено, как говорится, процесс замедления супербактеризации идет так себе. И действительно, через пару десятков лет антибиотики станут бесполезны, и мы вернемся в средние века посмертности. Благо, у нас есть замена антибиотикам, и даже не одна. Сейчас о них расскажу, но сначала хотел поблагодарить вас за вашу активность. Мне очень приятно то, что вы репостите ролики, ставите лайки, подписываетесь на телегу и так далее. Это бесплатная, но крайне важная психологическая поддержка. Также я благодарен и бустерам, которые существенно помогают мне продолжать делать контент. Они получают ролики по возможности заранее и какой-то доп-контент. Вот недавно сделали ролик о невошедшем в предыдущую шизофрению. Список ребят на экране. Аригато. Так вот, борьба с супербактериями. О них на самом деле я слышал еще, когда учился в меде лет 10 назад. И нам предвещали скорый переход на бактериофаги. Дело в том, что лечить-то бактериальные инфекции пытались разными способами всегда. И за 20-30 лет до антибиотиков люди уже изучали существ, убивающих бактерии и другие живые клетки. Проблема была в том, что этих существ не было видно под микроскопом. Это выглядело как какая-то ядовитая слизь, что буквально переводится с латинского как вирус. И люди изучали этих невидимых существ, выяснив, что есть определенные вирусы, которые убивают именно ненужные нам бактерии. Поэтому их назвали бактериофаги. Фагас это пожирать. То есть пожиратели бактерий. Собственно, успели выяснить, какие бактериофаги пожирают какие микробы. И пытались начать лечить людей этими вирусами. Были определенные успехи. И если бы это развилось, мы бы жили, конечно, в абсолютно другом мире. Где нас лечили бы от бактериальной ангины или пневмонии вирусами, а не таблетками какими-то. Для этого даже успели придумать название. Фаготерапия. Ну, принцип, скорее всего, вам известен. Вирус попадает в бактерию, впрыскивает в его ДНК инфу о том, как воспроизводить его вирусные клоны. И бактерия начинает их создавать, пока не взорвется изнутри. В итоге бактерии взрываются по экспоненте. Ну, это упрощенный вариант, если что. Однако на заре рассвета такой фаготерапии появляется пенициллин, который уничтожает почти все бациллы. И, по сути, на 100 лет о фаготерапии забывают. В СССР разработки продолжились, потому что союзники не особо охотно делились новыми знаниями об антибиотиках. Ну, а потом холодная война, и мы не особо охотно делились знаниями о бактериофагах. Поэтому это было таким, нашим ноу-хау. И до сих пор наши разработки ведутся. Наверное, они одни из самых лучших в мире сейчас. Не, наверное, точно. И у нас они есть вот в России, и, соответственно, остались в Грузии. Но все это, естественно, из-за антибиотиков, не массовая история. Однако вот в последние десятилетия, когда проблема супербактерий все нарастает и нарастает, люди все чаще обсуждают возвращение к открытию 100-летней давности. И не зря. Периодически проскакивают новости о том, как где-то возникла инфекционная вспышка. Например, в реанимации новорожденных. Конечно же, устойчивая к антибиотикам. И ее смогли уничтожить вот бактериофагами. В Америке в последние годы тоже это исследуется довольно активно. Есть история, такая самая громкая, Тома Паттерсона. Чел поехал отдыхать в круиз по Нилу в Египте. Ну и чем-то траванулся. Ничего не помогало. Потому что, когда бактерию идентифицировали, поняли, что ее не берет никакой антибиотик. Он, по сути, уже умирал. Там фотографии страшные с ним. Но жена Паттерсона все равно искала способы его спасти. Наткнулась на грузинские исследования бактериофагов, связалась с ними, достала нужный бактериофаг с учеными и вылечила мужа, который уже был полностью безнадежен. Вот так надо барахтаться лапками в молоке. И тут с лечением логическую цепочку можно продолжить. Раз мы еще сто лет назад могли начать уничтожать бактерии благодаря вирусам, то уж сегодня-то наверняка найдется способ как-то более умно поработать с их генами. И на самом деле да. Большие ставки делают на знаменитый CRISPR-Cas9. Не раз уже рассказывал о нем, но суть вкратце такая. У ученых сейчас есть способ редактировать геном. Что у человека, что у бактерии, не важно. И в какой-то момент мы научимся делать это очень хорошо. Пока еще, к сожалению, в процессе. Но там уже много кейсов, как в Китае сделали близняшек невосприимчивых к ВИЧу, как помидорам увеличили срок хранения, заставляя их, грубо говоря, думать, что они не дозрели еще. Или уже исправляли наследственные заболевания, даря слепому ребенку зрение, по-моему, в довольно приличном уже возрасте. Ну так вот. У нас есть супербактерия и генетические ножницы. Почему бы просто не вырезать из нее ту ДНК, которая делает приставку супер? Она снова станет обычной бактерией и умрет от любого захудалого пенициллина. Хотя, конечно, такие сложности не обязательны. Можно просто разрезать жизненно важные участки ДНК бактерий, и они не смогут размножаться. И мало того, жизнь же сложная штука. Ну, например, мы знаем, что с ДНК считывается информация, и таким образом синтезируется белок, уничтожающий пенициллин. Это же так, общие слова. Там сложный механизм, где с ДНК инфа считывается транскрипцией, благодаря комплементарности матричной РНК, потом идет трансляция, запускается транспортная РНК, все это идет на рыбосому и так далее. Я все это вот скороговыриваю, скороговы, ну вы поняли. Это все слова просто для того, чтобы вы поняли, что это сложный, большой механизм, который не должен работать в тупую. Нам же не постоянно нужно что-то вырабатывать. Условно говоря, не всегда у вас изо рта должна течь слюна. Это как-то регулируется. Точно так же и в клетке. У бактерий есть так называемая антисмысловая РНК. Она регулирует, надо сейчас считывать с ДНК инфу или не надо. Так вот, ученые уже умеют синтезировать искусственно такую антисмысловую РНК. Отбираем нужную, кидаем ее в бактерию и она думает, что не должна вырабатывать фермент, расщепляющий антибиотики. Хотя по факту-то такая инфа в ДНК у нее есть. Просто вот не надо, говорим ей. И она такая, ну ладно, тоже хороший вариант, но пока в разработке. Теперь уйдем немного в сторону от воздействия на ДНК. Да, есть разные специфичные случаи, когда время на лечение есть, например, хроническая болезнь у нас. Тут супербактерии можно будет победить по старинке. Наш организм сам очень неплохо с ними борется, пожирая иммунными клетками, либо атакуя антителами. Вам должны быть хорошо известны прививки, чтобы были антитела к какой-то бактерии. Особенно вам это хорошо известно после ковидных времен. Так вот, можно заранее наделать таких антител где-то в баке. Ну или не заранее их сделать, а просто подождать и сделать дофигища таких антител, чтобы ввести в больного человека. Антитела свяжутся с бактерией и уничтожат ее. Называется это моноклональные антитела. Делается довольно интересным образом. Какому-то животному дают эту бактерию или еще что-то, и оно начинает вырабатывать антитела, уничтожая эту штучку. Мы, в свою очередь, берем лимфоцит, который занимается этим производством, и скрещиваем лимфоцит со стволовой клеткой. Получаем такой гибрид, который застыл в своем развитии и бесконечно выделяет нужные нам антитела. Копим их в баночке, используем против супербактерий. Победа! Только это надо делать заранее или долго под определенного пациента. Но тема рабочая. Более того, антитела можно сделать к чему угодно. В первую очередь, к раковым клеткам, например. В том числе, поэтому создателям технологии, ровно 40 лет назад, между прочим, дали за это Нобелевскую премию. Ну а напоследок, чтобы показать, насколько все это может быть уникально и необычно, в плане борьбы с супербактериями, я расскажу вам о фекальной трансплантации микробиоты. Это еще проще. Кто может справиться с кишечной инфекцией, как не сами микробы и те же самые бактериофаги, которые там тоже есть, они есть повсюду, если что. Не справились свои ребятки, справятся чужие. И вот можно пересадить себе фекальный трансплантат от другого человека. Принять его можно с любой стороны вашего тела, как вам будет удобней. И новая биота убьет замучившие тебя супербактерии. Метод вполне рабочий от определенного заболевания. И настолько на слуху из-за своей интимности, что в Южном парке даже была про это серия. Она называлась «Похитители какашек». Правда, они там это делают спринцовкой для индейки в домашних условиях и все в этом духе, но забавно. У вас сильная мама, дети. Мы сделаем все, что в наших силах. Не волнуйтесь. Айк, если мама выживет, никто не должен об этом знать. На этой веселой ноте, я надеюсь, вы поставите лайк, прожмете колокол на все уведомления, а не на рандомные, и перейдете смотреть остальные ролики про человеческий организм в плейлисте на экране. Ну или смотрите другие плейлисты на главной странице. А отдельная благодарность булджать, когда «Пчелиная война». Кримсон Микаэлю, Денису Грибанову, Доктору Мегалу, Хардкор Программер, Джеди, Максиму Скримову, Наталье Салин, Путин Коронавирусу, Рейджу, Раи, Рудец 1999, The Rinse Wind, Александру Тайгару, Александру Черникову, Алексею Соколову, Данилу Семенову, Жан Бирули и Севе Николаеву. Субтитры создавал DimaTorzok